Уважаемые коллеги, прежде всего я хочу выразить глубокую благодарность устроителям этой конференции, уважаемому Николаю Ивановичу Ватину, уважаемому Владимиру Алексеевичу Лыбину за прекрасно организованную конференцию и за то, что именно эти вопросы обследования, которые сейчас для наших городов становятся актуальными, вынесены в специальную конференцию. Ну и, конечно, отдельная благодарность за возможность предоставить мне слово с докладом фундамента исторических зданий Санкт-Петербурга. Я постараюсь в этом своем коротком докладе представить вам взгляд лягушки снизу вверх на фундаменты тех зданий, о которых вы уже знаете в нашем городе и представить небольшой анализ, статистический анализ, который мы провели по многочисленным обследованиям зданий и сооружений. Наша кафедра, я представляю Санкт-Петербургский государственный архитектонно-строительный институт, это бывший ЛИСИ, кафедра оснований и фундаменты, ныне кафедра геотипники. И вот за последние, наверное, 60 лет мы провели большую часть обследований вот этих зданий старого центра и зданий, в том числе, современной застройки. И это я постараюсь представить в своем, коротко представить в своем докладе. Значит, какие основные проблемы реконструкции исторических зданий в нашем городе? Прежде всего, это большая толща слабых водонасыщенных грунтов. Вот в отличие от Макеевки, мы имеем слабые водонасыщенные тексатропные грунты, способные к изменению своих характеристик при техногенных и природных воздействиях. То есть они изменяют свои характеристики не на проценты, а в несколько раз. Прочкостные характеристики, деформационные характеристики. В связи с этим связаны большие неравномерные и длительно затухающие осадки сооружений. Особенностями конструктивных, конструктивными особенностями наших фундаментов является наличие под зданиями левних и деревянных свай. Ну, деревянные сваи были известны. Собственно говоря, это один из первых типов фундаментов, которые стал использовать человечество. А вот левние, это, по сути дела, визитная карточка Санкт-Петербурга. Вот этих продольно уловленных вдоль существующих фундаментов деревянных конструкций в виде сосновых, грибоистных стволов мы не встретите нигде. Ветхое состояние несущей конструкции сооружений. Во многом это связано вот с этим, с большими неравномерно длительными затухающими осадками сооружений. Несмотря на то, что Санкт-Петербург достаточно молодой город, 300 лет для города это немного. Но состояние старой застройки, многие из вас это знают, в нашем городе гораздо хуже, чем, например, в Москве, где сохранились здания, скажем, 16 века. Я уж не говорю о других городах, где гораздо лучше грунтовые условия. Это развитие дополнительных осадок существующих зданий при техногенных воздействиях, в частности, при откопке котлованов, строительстве зданий около них. Это проблемы, связанные, опять же, с техногенными воздействиями, при забивке и либо погружении свайд в пункталкового сооружения. Большая часть наших зданий находится, опирается на так называемые литариновые пески. Вот на этой карте показана верхняя часть нашего разреза, вот где у нас залегают вот эти литариновые пески в районе дельты Невы. Но для нас, строителей, наибольший интерес представляет карта, так называемая карта Лужской морейной. Она составлена нашим бывшим доцентом, Леонидом Георгиевичем Заварзером. И вот на этой карте мы четко прослеживаем расстояние от поверхности до более-менее прочного грунта, который у нас называется четвертичной морейной. То есть это то и то, что оставил последний ледник, проходя по территории нашего города. Обратите внимание, вот то, что мы видим здесь центрально, это вот выделено красным. Это центральная часть города. Вот здесь у нас находится с вами Дворцовый мост, здесь Троицкий мост, это район Зимнего дворца, район Центриневского проспекта. Далее эта зона переходит на Васильевский остров, средняя линия, Малый проспект, выходит на набережную реки Смоленки, уходит вот сюда в Финский залив и дальше развивается в зоне Латвинского разлива. Здесь у нас толща слабых надморенных грунтов 20-30 и более. На Васильевском острове она даже свыше 40 метров. Голубая, золотым показана зона, по сути дела, это центральная часть города. Здесь толща надморенных отложений от 12 до 20 метров. Голубым, а это вот уже новые районы строительства от 4 до 12, это вот районы Комендантского аэродрома, Комендантского проспекта, выход к Латвинскому разливу, где мы сейчас ведем интенсивное строительство. Это район строительства Балтийская жемчужина. Вот здесь у нас толща 4,12. Мы там и здесь используем слой. И только на юге, вот здесь уже, как говорится, в районе Автова и дальше туда, по Ленинскому проспекту и так далее, мы видим, что марена начинает выходить на поверхность. Она имеет положительные отметки. И только уже дальше, в Красносельском районе, а здесь у нас, начиная от метро Озерки, начинаются Шуваловские высоты. Здесь мы имеем марену на поверхности. То есть, по сути дела, мы говорим о том, что центральная часть Санкт-Петербурга располагается в зоне, в котловине, заполненной слабыми водонасыщенными грунтами. Любое строительство в центральной части города является достаточно рискованным. То есть, мы работаем в зоне рискованного строительства. Вот это, собственно говоря, я постараюсь сейчас продемонстрировать. Вот, по сути дела, здесь примеры Леви. Что такое Леви? Для чего они делались? Меня часто задают вопрос. Ну, а представьте себе, что Петр Первый, когда принял решение о том, что будет столица, это будет каменная столица, а камня ведь в городе нету. Ведь камень был крутой дефицит. Привозили этот камень с Выборга, либо были у нас специальные карьеры, по-кудровски карьер подганчины, где добывались из лесняк, и Петр Первый сдал специальный указ, когда каждый входящий в ворот в городе должен привезти с собой два камня, а кто на подводе десять камней. И вот представьте себе, водонасыщенная, большая водонасыщенная толщина, песчаная, то, что мы, как говорится, в простонародье называем плывуном. Уровень подземных вод в то время, кстати, был на метр полтора мысля, чем сейчас. Это сейчас длиннажи, водоотлив привели к тому, что уровень подземных вод у нас опустился. И вот в этих грунтах отрывается траншея, и она заплывает. Крепостные солдаты откачивают воду ведрами, и эта траншея заплывает. Бросается камень, камень уходит. Что делает сметливый русский мужик? Срубается дерево, зачищается кора, убираются ветви, и укладывается вдоль траншеи. И уже под опалубки, под заливки, перед звездовым раствором укладываются камни. Вот таким образом у нас образовались вот эти бутовые фундаменты, под которыми находятся деревянные лестницы. Посмотрите, это Литейный проспект. Это рядом с домом Мурузи. В этом доме, кстати, жил поэт Бродский. Вот сейчас разобрали этот дом, и вы видите, вот эти левни, и вот это разрушившийся фундамент. Иногда мы встречаем сочетание деревянных левней и деревянных слай. Это вот дом графини Паниной. Долгое время, в советское время, это было здание ДСР, а сейчас это укрепила частная фирма. Сейчас они там собираются сделать гостиничку. Вот когда мы делали обследование вот одного из помещений вот здесь, они хотели сделать это в этом помещении, которое было техническим, с высотой полтора метра, захотели сделать утреннее кафе с высотой два с половиной. И захотели снять вот эти метры, которые им мешали углубить помещение. Вот мы обнаружили, смотрите, сгнившую, например, на четверть деревянную сваю, два уровня уже после, в дальнейшем, а моноличный асфальт там лежний. И мы обнаружили толстый слой глины, который являлся гидроизоляцией. Когда мы все это посчитали, показали заказчику, мы сказали, что этот подвал у нас будет постоянно затапливаться, либо надо сделать такие мероприятия по гидроизоляции, что это будет не дешевле, чем реконструкция всего здания. Пришлось отказаться им от этого помещения. Вот это к пользе обследования фундамента старых зданий. Другой наш известный объект, я хочу вам напомнить, многие, может быть, знают это, писательский саду. Размеры его 100 на 100, это создает вот этот визуальный, прекрасный визуальный эффект. Но мало кто знает, что под ним находится плита роста, как толщиной 7,5 метров. 2,5 метра мы видим тот пангус, куда мы поднимаемся в храм, а 5 метров находятся ниже. И это не просто плита, это роста, который омоноличивает, который соединяет 24 тысячи деревянных сваев. Вот эти деревянные сваи, это я сделал выкопировку, как раз из чертовей Монферрана. Вот они, по сути дела, забиты очень плотно. И Монферран писал, каждую сваю забивается с большим трудом и приводит к подъему предыдущей сваи. Сейчас-то мы понимаем, что это такое. Это упругое после отдачи основание. Но Монферран не знал тогда, он не изучал курс механики грунтов, основания, фундамента, и не знал, что рациональное расстояние между сваев, это 2, 6, либо 3D, в зависимости от того, как оставлены сваи. Вот что из себя представляет вот этот фундамент в разрезе. Посмотрите, вот она плита, а вот они деревянные сваи, от 8,5 до 10,5 метров. А что ниже? А ниже до слоя Монферраны порядка 40 метров. То есть, по сути дела, вот этой плитой, плита роста, деревянные сваи, уплотненный грунт, это, по сути дела, как бы продолжение плиты. Находятся слабые подстилающие грунты. А мы с вами из механики грунтов знаем, что деформируется не только подстилающий слой, а деформируется активная зона. И в результате Исаакиевский собор в течение, по нашим прикидкам, это дело обследования профессора Сотников, известный специалист в нашем городе, дал порядка 1 метра осадку. Причем осадка неравномерная. Вот вы видите результаты обследования, результаты замера отметок пола. Она составляет 3 сантиметра, а это вот результаты замера поверхности грунта. Они до 80 сантиметров. Это позволило сделать вывод, что Исаакиевский собор имеет наклон в сторону Почтармской улицы метров 10 и в сторону Петопавловской крепости порядка 80. В среднем осадка метров. Ну что интересно, осадка продолжается. Она небольшая, 0,15-0,20 миллиметров в год. Но тем не менее процесс метрационной консолидации либо попал за участие продолжается. В преддверии юбилея города Наш Аркандина, в частности, под руководством профессора Бронина выполнены некоторые обследования, в частности, расстральные колонны. Старые элеграцы помнят, в каком состоянии ужасным были вот эти фигуры, которые представляли собой аллегорию вот этих четырех в виде этих рек. Они были в страх в ужасном состоянии и, естественно, возник вопрос «А что же с фундаментом? В каком состоянии находятся эти колонны?» Измерения показали, что, в принципе, колонны находятся в хорошем состоянии и их крен не превышает допустимых величин. Вы видите крен одной из колонн 50-1 тысячная радиана, другая 54 тысячи радиана. Но надо было понять, а что же с фундаментом? И так прогноз поведут себя эти растральные колонны в течение времени. С учетом этого были выполнены уникальные обследования, были сделаны откопка котлована до уровня подошвы и выяснилось, что из себя представляет фундамент подрастральные колонны. По сути дела это деревянный ряшник из сосновых бревель, заполненный гранитными камнями. А ниже него находятся деревянные сваи сваи из лиственницы и сосны. Длина сваи 6,4 метра. У меня в кабинете есть как раз херма вот этой сваи. В хорошем прекрасном состоянии, потому что дерево находится ниже уровня подземных ходов. Как это было выяснено? Естественно, мы не копались до подошвы, до подошвы, до сваи. Делалось наклонное бурение, и наклонным бурением подсекалась вот эта длина сваи. Другой объект, ограда летнего сада. Вот в свое время, в начале 90-х годов, мы чуть было не потеряли вот это по сути дела великолепие, которое по легенде Владимир Ильич Ленин не продал за 100 паровозов. Ему предлагали за 100 паровозов, вот тогда не отдал. Полуэлеметарно отдал, а вот ограду не отдал. Так вот, в результате неравномерной осадки вот этой фундаментом вот этой ограды относительная разность достигла 85 сотых. Что это такое? Это 8,5 сантиметра на 1 метр. Максимальный крем достиг 35 сотых. В результате кованая респотка получила изгиб. Обследование проводил бывший заведующий кафедрой политехнического института тогда профессор и заведующий кафедрой бывшей кафедры основания фундамента и механики грунтов и УПИ профессор Букров. По его результатам его обследования было выявлено, что под вот этой оградой у нас находится ленточный бушевый фундамент высотой 2,5 метра с подошвой и глубиной и шириной подошвы 2 метра. Под ним находятся поперечные брусья уложенные в виде вот таких клеток и в свою очередь опирающиеся на сваи длиной 4,5 метра. В результате подъема и опускания грунтовых вод движения воды в гневе деревянные брусья и сваи на длине 67 сантиметров полностью сгнили. И вот здесь по сути дела образовались полости заполненной грунтой. Конечно, прежде чем ремонтировать ограду, нужно было принять решение по усилению фундамента. Что, собственно говоря, было сделано фирмой РАП в 98-м году, которая провела тампонирование полости цементно-песчатым раствором с имитацией. Далее была сделана силикотизация основания, благо, что здесь у нас песок, а в дальнейшем еще было пересажено на сваи. Вот таким образом удалось реконструировать фундамент этой нашей ограды и дальше спокойно выправлять саму ограду. Интересно, конечно, посмотреть, а что у нас в Петропавловской крепости. Это, по сути дела, одно из таких видовых мест нашего города, одна из визитных карточек города, одно из первых зданий. Так вот, у нас, оказывается, под вот этой башней находятся не свайные фундаменты, а все допирается на отдельные фундаменты, где-то они переходящие в ленты. Вертикальным и наклонным бурением выявлено, что под колокольней сделана плита из бутовой кладки с глубиной заложения 3,2 метра. Фундамент под наружной стеной собора бутовой, ленточной, шириной 3,7 метра, 3,1 метра. Глубина заложения примерно около 3 метров. Лежные не обнаружены. Состояние всех фундаментов призвано до изготовительным и, собственно говоря, не было необходимости делать усилия. Интересные результаты обследования, которые привели к уже конкретному конструктивному решению, были сделаны по Михайловскому инженерному замку Санкт-Петербурга. Вы помните, это замок построил Павел I, красмейстер, красмейстер Малтийского ордена, и вот этот замок в свое время был окружен каналом. В советское время эти каналы были закупаны, и к юбилею было решено восстановить канал, соединив его с рекой Фонтан. Обследование фундаментов показало, что бутовая кладка под зданием выполнена в виде сплошной плиты толщиной от 2 до 4 метров. Под вот этой кладкой находится рост из двух рядов стволов хвойных деревьев. А под ними находится сплошное свайное поле длиной от 6,5 до 10,7 метра. Опять же было сделано наклонное бурение, которое позволило уточнить размеры вот этих свай. Вот, собственно говоря, размеры вот этого фундамента, результаты обследования позволили правильно назначить глубину канала. Таким образом, чтобы дно котлована было, дно, прощение, канала было выше деревянных конструкций. С тем, чтобы не происходило попеременное замачивание этих свай. А сваи, как говорится, деревянные конструкции, они подвергаются гниению, если происходит попеременное замачивание, и дальше эти конструкции снова откажутся в зоне аэрации. Вот тогда у нас развивается гнилость на его нере. И вот эта работа была сделана. Если вы посмотрите на этот канал, вы увидите, он достаточно мелкий. Вот, причина она именно вот в этом, для того, чтобы оказаться выше уровня деревянных конструкций. Еще одно обследование, которое позволило применять конкретные конструктивные решения, это вот здание главного штаба ансамбль Дорцовой площади. Вот это сейчас арка, это крыло генерального штаба используется, передано Эрмитаду. Прежде чем выполнить какие-то решения по реконструкции этого здания, было проведено очень серьезное обследование, вы видите, здесь большое количество шпунтовых шурфов, которые были сделаны, это здесь указаны старые шурфы, предыдущие, которые сделаны новые, то есть серьезно обследовались все фундаменты этих зданий. В результате выяснилось, что под частью фундамента находятся бутовые фундаменты, которые опираются на деревянные слаи. Часть этих деревянных слаев находятся в достаточно плохом состоянии, то есть гнили головы. Это по сути дела мина замедленного действия. В связи с этим было приятное решение сделать усиление этих фундаментов, да, вот вы видите здесь как раз деревянный свай под подошвый фундамент, под подошвый восточный крылат, вы видите результаты гниения вот этих деревянных подошвых под это деревянный свай. И было принято решение пересадить часть фундаментов на буррекционный свай, тем более, что вот здесь у нас атриум сейчас сделаем, когда вы будете кстати, очень интересно там хорошие выставки делается делает термитар, очень симпатичный атриум там имеется, открытое пространство и нагрузка увеличивается и вот до распространения этой нагрузки сделано усиление фундаментов. Есть у меня время, Вот, я просил бы еще добавить, коллеги, я просил бы добавить еще может быть. Разрешите ваши аплодисменты и так далее. Еще одно интересное обследование это укрепление подвала здания Сената. 92-й год. Было решено вот здесь, вот по улице Красная тогда началась, Нижняя Галерная, сделать в одном из помещений, где раньше располагалась типография, ресторан, он так называется, ресторан Сената. И вот в один прекрасный момент фирма, получившая подряд на эту реконструкцию, помешало углубить это помещение. Они сняли слой порядка 60 сантиметров и вечером мне звонят в воскресенье, что подвал затопляется, Рожестанович, подъезжайте, помогите, что там сделать надо. Когда я приехал, срочно все закопать и сделать серьезное обследование. Что показало обследование? Пол вот этого сооружения представляет для себя, ну была здесь плитка лежала, керамическая, дальше шел в клубе несколько слоев кирпича. Под этим кирпичом находился толстый слой глины. Мы сейчас понимаем, это слой не нашей кембрийской глины, а это слой жирной глины, которой служила гидроизоляцией. И когда нарушили, разобрали этот слой, вода, а подвал оказался ниже уровня Невы, резко шлынула, резко шлынула в подвал. Вот тогда мы и предложили решение сделать силовую плиту, которая заведена в стены, и более того, замкать эту плиту буренекционными с вамими суширениями, до сих пор, если будете в этом подвале, да, уменьшить высоту подвала. Они хотели сделать его 2,8, мы рекомендовали не больше 2,3. Вот вы увидите достаточно низкие помещения в этом баре и ресторане. Значит, вот они старые фундаменты, которые мы нашли. Не стану останавливаться, они самые разнообразные. Более того, под одним и тем же зданием мы можем находить фундаменты и различной ширины, и различные из различных материалов. В общем, как говорится, что было, то и использовалось. И вот это мы должны постоянно иметь в виду. У кого, кто, кого вообще интересует история нашего города с точки зрения строительства, мы вот с моим доцентом Осокиным, а он генеральный директор фирмы Геострой, одна из ведущих геотехнических компаний нашего города, написали монографию геотехника Санкт-Петербурга, где описали больше, большое количество вот этих зданий. Я вам привел только очень небольшие примеры. Но самое главное, что я хотел бы отметить, сейчас я еще займу несколько минут, это анализ, который мы провели по результатам обследования не только вот этих наших исторических зданий, но обычных зданий рядовой постройки до 2017 года. В свое время, в 2002 году, отбросив все дела, собрав вот этот материал, ведь у нас было большое количество материалов, но мы сделали выборку из 64 зданий, по которым у нас были материалы и по инженерно-делоственным условиям, и по надземным конструкциям, что позволило посчитать нагрузки на обрез фундамента. И мы сделали вот такой статистический анализ. Вот вы видите здесь представленную выборку, большая часть фундамента располагается на песчаном основании, под частью из них имеются леви, под частью имеются деревянные фундаменты. Кратко, только вот выжимка. Процентное распределение ширин подоши фундамента. Посмотрите, вот здесь идут размеры ширин, полметра до метра, метра до полутора и так далее. А здесь идет процентное соотношение. Посмотрите, наибольшее вот оно, обычное галжевское распределение, наибольшее количество у нас относится к фундаментам от метра до полутора. То есть большая часть исторических зданий у нас опираются на узкие фундаменты. С чем это связано? Во-первых, связано с тем, что приезжали сюда специалисты из Твери, Москвы, и Гловгорода, которые не имели опыта строительства на славу, грунтах. Первый момент. Они привозили с собой опыт того, что они делали в своих малых городах, в своих деревнях, а там, как правило, были городолучшие условия. И второй момент. Экономия, экономия материала. Вот, собственно говоря, что показывает вот этот нам славик. Другая обработка. Процентное распределение значений глубины заложения фундаментов. Вот здесь показано. Опять же, получается неплохое гауссовское распределение. Посмотрите, наибольшее значение относится к глубинам заложения полтора сире два метра. О чем это говорит? О том, что либо наши предшественники знали, что надо фундаменты закладывать ниже глубины сезонного промерзания, либо до нас нашли здания, не разрушились вот этим морозным пучением. Вот, а дальше есть больше, есть больше, есть меньше, есть меньше. Давайте если до сих пор такой каретник сейчас сарай, там несколько камней 30 сантиметров, его поднимают и опускают и добыл до наших времен. Скоро разберут видео. Но и самое главное вот что мы отсюда в момент это процентное распределение отношения давления к расчетному сопротивлению нагрузки основания. Напомню вам, что мы ведем расчет, современный расчет фундаментов мы ведем по двум предельным состояниям. По сопоставлению с давлением и по допустимой осадке фундамента. Вот, собственно говоря, принцип проектирования в фундаментах мелкого доложения. Что мы сделали? Мы сделали отношение существующего давления по подобию фундамента к существующему нормам формула 7 СНИПа 202 0183 со звездочкой расчетному сопротивлению нагрузки основания. Напомню, что это такое. Вот эта величина R. Это случай, когда мы говорим и решаем задачу Кузыревского, когда заканчивается зона пластичный взор, начинается зона пластической деформации и разрешаем пластическим деформациям развиваться на глубину равную 1,4 шеярной подушек фундамента. И вот это давление условное мы называем условным расчетом сопротивления нагрузки основания. И говорим вот эта формула, в которой включены размеры фундамента, характеристики грунтов основания несущего слоя точностные и мы говорим о том, что мы можем отступить сюда 10% сюда 10% сюда точность старта компонентных расчетов. Вот тогда мы оптимально проектируем фундамент мелкого заложения. в этом-то собственно говоря наша методика основанная на вот этих решениях чужоустойчивых вот что мы сделали мы по сути дела разделили P на R и сделали анализ. Посмотрите что получилось. Вот это полетет P примерно равно R. А что дальше? Для песчаных оснований на которые опирается большая часть ударь в старых зданий выйдет 23 28 11 50% зданий старой застройки Санкт-Петербурга находятся в зоне вот этой зоне там где давление по нашим нормам превышает расчетность сопротивления на глупо оснований А что это значит? А это значит что осадки этих зданий могут быть значительно больше чем допускаются по существующим нормам И второй момент Небольшое превращение к давления приводит к существенному увеличению осадки То есть большая часть фундаментов старых зданий дореволюционные постройки находятся в состоянии неустойчивого равновесия и любая реконструкция любые замены деревянных перекрытий на глизобетонные любые работы связанные с этими зданиями и около них требуют особого усиленного внимания Вот собственно говоря главный вывод дополнительные и техногенные воздействия к основаниям могут привести к трудно предсказуемым дополнительным неравномерным осадкам зданий и созданий Спасибо за внимание коллеги полный познавательный доклад вопросы есть прошу Александр Александрович Мишталик Далей Штенгель По информации я не могу сказать что больше специалист но я живу как раз в старом Петербурге который трещит и ломается поэтому я эту проблему знаю с рождения что называется пожить те кто реконструирует и которые проектирует реконструция но я хочу сказать о другом нужно наверное разделять психологически физически не знаю как хотите здания индивидуальные постройки исторического плана дворцы и так далее от рабочих кварталов которые строились в том же центре потому что рабочие кварталы как строились они интересно строились принципиально они строились именно квартально причем по моей информации может быть они прав строились они очень оригинально Угловые здания были на хорошем фундаменте и держали на себе рейшерский диск зданий, которые находятся между ними и делаются на легких фундаментах. Поэтому, когда вы говорите о процентах фундамента и так далее, надо учитывать, какие здания вы имеете в виду, потому что это принципиально разный подход к строению самих корпусов. Спасибо за прекрасный вопрос. Вот, коллеги, вы обратили внимание, что, как бы, мой доклад состоял из двух частей. Первая часть касалась обследования фундаментов исторических зданий, и эти многие здания находятся на деревянных сваях, сделаны хорошие бутылые кладки, использованы гранитные камни. Почему? Потому что, как говорится, заказчики их, так говорится, высокие дворяне, они могли позволить себе устройство хороших, надежных фундаментов. Вторая часть моего доклада посвящена как раз обследованию рядовой, ну так скажем, исторической постройки. Даже, наверное, дом, в котором вы живете, он является геопольским домом. И вот эти здания, вот эти здания, они, как говорится, вот как они возникали? Это были либо индивидуальные строения, либо это были здания, сделанные под наемы. И вот эти здания отдавались отдельным строительству отдельным подрядчикам. И дальше каждый подрядчик по-своему решал вопрос. Просто, вот вы сейчас сказали, опирается на какой-то там диск. Это один из частых вариантов. Каждый раз, подходя к новому зданию, подходя к новому, в смысле, для нас новому зданию, а этому старому зданию, по сути дела, мы решаем свою задачу. Нет никаких определенных вот этих шаблонов устройства фундаментов. Спасибо. Да, Владимир Алексеевич. Я тоже не грунтовик, но проводилось много заниматься и подземной частью, потому что любые деформации неравномерные, особенно грунтового основания, отзываются на верхнем строении, чем я занимаюсь в большей степени. Но вместе с тем, с коллегами, занимаясь этими проблемами, мы убедились, что одним из основных вопросов является, ну вот тогда, когда нужно, особенно по сегодняшним нормам, тогда, когда нужно сравнить П и Р, нужно иметь четко значение прочностных и деформационных характеристик грунтового основания на сегодняшний день. У меня первый вопрос. Как удается их отобрать, эти монолиты, определить эти характеристики, именно из-под подошвы? Подошвы всех фундаментов, здесь вы совершенно верно отметили, у нас, как правило, находятся ниже уровня грунтовых вод в любом положении, там, в сезонном и так далее. То есть, как лягушка, вот, посмотреть очень сложно. Не удавалось никогда потрогать подошвы. Все время зондирование какими-то такими проверками. Понятно. И второй вопрос. Как вы относитесь к исчезнувшему из норм РУ? Вы имеете в виду возможность... Расчетное сопротивление уплотненного процесса. Уплотненного процесса. Исчезло это. Как раз, замечательно. Слава Богу. Рашид Александрович, прошу коротко ответить, пожалуйста. Значит, отвечаю коротко на первый вопрос. Делая обследование фундаментов, мы, как говорится, выполняем шурфование, эту грязную, тяжелую, но благодарную работу. Выполняя это шурфование, есть возможность отобрать грунт ревающим концом, если это полевато-глинистый грунт, из-под подошвы фундамента. Если это песчаный грунт, собрав его, говорится, в кулечек и довезя до лаборатории в естественном состоянии, сохранив его влажность, изучить его прочностные, его физические прочностные характеристики. Более того, я добавлю, что влияет не только грунт, характеристики грунта несущего слоя, то есть то, что находится под подошвы фундамента, но и нежележащего. С учетом этого мы делаем динамическое зонирование. Ну понятно, не стану говорить здесь такое. По поводу РУ. Значит, действительно, коллеги, у нас в свое время было в нормах, что мы можем увеличивать расчетное сопротивление грунта под подошвы фундамента аж до 30%. Вводились различные коэффициенты, считая, что грунт под подошвы фундамента уплотняется. Так вот, многочисленные, в том числе и наши исследования, показали, что он не только уплотняется, но разуплотняется. Вот с учетом вот этих структурно-неустойчивых грунтов. Причина. Динамические воздействия. Откопка котлована. Забивка свадь. И вот это все сказывается на грунтах несущего и подстилающих слоев. Спасибо. Поэтому это отменили. Поэтому отменили. Спасибо большое. Я был одним из инициаторов этого. Что это в запасе, чтобы не было вот этих вот... Я добавлю, вот лучше всего, как говорится, работать по прямым материалам. То есть вы отрыли шур, обследовали его, знаете его размеры, отобрали грунт, исследовали в лаборатории. И вот это значение R вы уже используете для расчета. В этом-то и проблема. Что вы говорите? РПУ, и свой москвык наш. Правильно. Более того, я скажу это, профессор Коновалов, мой очень хороший друг, профессор Коновалов, вот он, у него книжка есть такая, в четырех, уже в пяти изданиях. Вот он туда ввел вот это значение. И мы с ним очень спорили, поэтому я показывал ему. У меня, кстати, есть сопоставление его результатов и моих результатов. У него здание, большая часть зданий в Москве, только 7% перегружено, а у нас 60% перегружено. Поощупите разницу, как говорят. Спасибо. Вопрос, Сергей Ильинич. Вопрос. Вы сказали, что 60% зданий превышает давление подушек и решительное сопровождение. Означает ли это, что они в каком-то недопустимом и аварийном состоянии? Получается, что большая часть центра города у нас находится в каком-то недопустимом. Вот я вам рекомендую, когда вы будете гулять по центру города, заглянуть в дворы, в дворы колодца. И вот за вот этими фасадами зданий по красной линии оштукатуренных по губернаторской программе, вы увидите огромное количество трещин, вы увидите количество сколов, вы увидите влажность, влажность кладки. Я вот не стал говорить об этом, что идет на, что противоперекционная изоляция, она нарушена, либо она опустилась вниз. И вот это, как говорится, действительно так. И вот все наши здания, как правило, то, что мы смотрим, относятся к третьей категории. Особенно вот, как он там, до революционной постройки. Я сейчас говорю сейчас о них. О советской постройке там отдельно есть. Спасибо. Я прошу прощения, но в частном порядке просто мы затянем уже из революционных выберетов. Большое спасибо за доклад. Вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ